Именитая в прошлом королева русской моды Мила Ануфриева изо дня в день прилагает все свои усилия, чтобы помочь жителям Африки. Однажды Мила решила, что ее жизнь больше не может быть такой, как прежде, и посвятила себя благим делам. Оказавшись на грани смерти, женщина решила отправиться на другой конец света, чтобы помогать детям. Таким образом, занимаясь благотворительностью во многих странах, в том числе мусульманских, Мила смогла ближе познакомиться с исламом и мусульманами. В итоге она и сама решила принять ислам. В 2020 году Мила осталась в Африке окончательно, чтобы продолжить свою благотворительную деятельность. В настоящее время благотворительницы и другие неравнодушные люди стараются помочь мальчику Эби из города Бесау, что на востоке Африки, который когда-то вследствие сильнейшего ожога полностью потерял зрение. Хасан Баиев, пластический хирург с мировым именем и множеством наград, готов помочь мальчику и при первой же возможности провести сложнейшую операцию, которая даст ребенку шанс видеть. Сложнейшую манипуляцию планируют провести в городе Грозном в начале декабря. Однако после хирургического вмешательства Эби не может вернуться в те же личные условия, в которых он пребывает сейчас. На данный момент мальчик и еще 43 ребенка живут в приюте для незрячих детей. За ними безвозмездно ухаживает Домингош, женщина невероятной доброты. Подопечный находится в ужасных условиях. В помещении нет окон, отсутствует электроэнергия, а в сезон дождей вода стоит в детских комнатах по несколько месяцев. На каждой кровати спят несколько детей одновременно. В комнатах по 16-18 больных детей. Повсюду стоит зловоние. Данная организация принимает под опеку незрячих детей со всей страны. Тут же они проходят обучение в специальной школе. Во время пандемии центр остался без поддержки организации, осуществляющих финансирование приюта. Сейчас он функционирует только на пожертвование фонда Мила Ануфривой, который всеми силами пытается улучшить условия проживания детей в приюте. Для Ануфривой благотворительность – это уже часть жизни. Милосердие – это когда ты действуешь, не думая ни о каких наградах и поощрениях, не считаешься со временем, делать то, что приносит пользу. Важно понимать, что ты спасаешь жизнь даже кусочком хлеба, угощая того, кто не ел три дня, либо протягивая стакан воды, либо просто погладив по голове ребенка или обняв старушку. А что думаете по этому поводу вы? Есть ли в вашей жизни такие же люди, которые посвящают свою жизнь благотворительности? Поделитесь этим в комментариях.